Неудачный запуск российской ракеты-носителя «Протон-М» не повлияет на экологию Казахстана. Такие прогнозы делают в Казахстанском космическом агентстве. То же самое утверждают и ученые. Накануне ночью, во время полета, стартовавшей с Байконура, космический аппарат отклонился от курса. Точное место падения ракеты неизвестно, однако в Роскосмосе уверены, что фрагменты могли упасть между Алтаем и российским побережьем Тихого океана. Тему продолжит Тимур Ирмашев. Не прошло и года с момента последней аварии на Байконуре, как Роскосмос объявил о новой внештатной ситуации. Ракета-носитель «Протон-М», которая должна была доставить на орбиту спутник связи для обеспечения интернетом отдаленных регионов России, отклонилась от курса на высоте 150 километров. Федеральное космическое агентство тут же заверило, что компоненты топлива сгорели в атмосфере. Эту же версию поддерживают и в Коскосмосе. Я просто думаю, что вот эти протоны, которые уже падают постоянно на нашу казахстанскую зиму, я думаю, что это уже беспредел. Я думаю, нужно уже какие-то конкретные меры принимать для того, чтобы остановить этот процесс. Однако специалисты уверены, что авария протона не останется без последствий. По мнению ученых, ядовитое топливо космического аппарата рано или поздно под действием гравитации войдет в атмосферу Земли. Однако с учетом движения планеты, отравляющие вещества, скорее всего, распространятся в районе Дальнего Востока и Тихого океана. В частности, если говорить о гептили, то его будет взаимодействие с парами воды и выпадение в виде осадков на поверхность Земли. Но это буквально произойдет, вот нельзя говорить, что это произойдет в течение длительного времени, это произойдет очень быстро. Когда вы прекратите врать, что протон – это польза для Казахстана? Вторая подряд авария с участием российской ракеты-носителя дала новый толчок для так называемого антигептилового движения. Его активисты сегодня потребовали отставки главы Коскосмоса Талгата Мусабаева, который, по их мнению, проявляет излишнюю мягкотелость по отношению к своим российским коллегам. Этой же позиции отчасти придерживаются и независимые политики. Я думаю, что Казахстан не должен стать заложником российского подхода в космической практике. И тоже нужно от этого уходить. И, может быть, в новых договорах писать о том, что с космодрома Байконура не могут взлетать космические корабли, которые могут нанести вред экологии и жизни казахстанцев. Надо сказать, что из-за высокой аварийности в ракетно-космическом комплексе с 2011 года в Роскосмосе сменилось три руководителя. Последняя перестановка произошла как раз-таки после прошлогоднего падения ракеты-носителя «Протон-М». В этой связи интересно, как отреагирует Москва на новую внештатную ситуацию. Но еще более интересна реакция казахстанской стороны, которая так и не сумела дождаться компенсации от России за последнюю аварию на Байконуре. Тимур Ермашев, Ренат Фазылбаев, Информбюро, 31 канал.